Мы продолжаем с вами беседы, посвященные значимости еврейского народа или в планах Божьих. Мы говорили с вами в послании к римлянам о первоочередности как задачи большой важности в проповеди Евангелия еврейскому народу, причем под проповедью Евангелия мы понимаем гораздо больше, чем декларация спасительной миссии Иисуса. Скорее мы понимаем под этим образ нашей жизни, высветленный и открытый для наблюдения всеми другими людьми, дабы, будучи спрашиваемы, почему мы живем так, мы имели бы не столько обязанность, сколько право сказать, потому что это он изменил нас, таким образом подвигая людей к ревности. Ревность – ключевое слово, которое мы обнаружили с вами в 11 главе послания к римлянам, когда Павел утверждает, что спасение язычникам, одна из функций спасения, может быть, одна из главных, не самых, но главных функций спасения язычникам, должна состоять в том, чтобы побуждать ревность у народа Израиля. И затем Павел как бы утверждает, что он не хочет оставить нас в неведении о сей Тани, дабы никто и нас не мечтал о себе, но что в свое время весь Израиль спасется и таким образом исполнится обетование Божие, потому что дары и призвания Господни непреложны. Павел еще раз напоминает, что они действительно враги, то есть евреи, благовестия на сегодняшний день, но мы должны понимать, что это делается ради вас, то есть ради язычников. Это не просто так, они враги, поэтому их надо расстрелять и про них надо забыть. Это Господь Бог попустил своему возлюбленному народу, которому принадлежит слава или вес в глазах Божьих, сегодня быть презираемыми, уничижаемыми и отвергнутыми для одной единственной цели, дабы дверь благовестия или Евангелия могла быть открытой язычникам, потому что гипотетическое допущение того, что Израиль мог бы принять бы Господа тогда в Иерусалиме во время Иисуса Христа, привело бы неминуемо к тому, что дверь Евангелия или спасение для язычников было бы неминуемо закрыто навсегда. И Господь своей великой милости решил пожертвовать или попустить жертвенность или отверженность своего народа, не снимая ответственности Израиля, естественно, для того, чтобы открыть дверь Евангелия язычникам. Посему, говорит Павел, мы должны возвращать тому, кому мы задолжали. Каким образом? Проповедуя Евангелие, во-первых, своей жизнью, дабы побуждать ревность, помятуя, что дары и призвания Божьи не приложены, то есть так всегда было, так всегда есть и так всегда будет. Простая истина, достаточно сложная к исполнению, потому что отвлекает нас от нашей эгоцентричности и дает нам возможность и, с другой стороны, обязанность подумать о ком-то, кто не похож на нас, кто не живет вместе с нами, но вместе с тем дает нам возможность понять, что благословение в наиболее полной мере выражается в нашей жизни, когда мы заботимся не о себе, а когда мы думаем о других. Когда мы благословляем не себя, а когда мы благословляем других. Это то, что я называю разумным или духовным эгоизмом, когда забота о себе посредована через заботу о других. Я понимаю, что лучше будет мне, если я буду заботиться не о себе, а я буду заботиться о других. Таким образом, благословение, которое обещает Господь Бог церкви, непосредственно и напрямую связано с тем благословением, которое церковь по своей великой милости согласится выделять народу Израиля. Тем более, что Павел сказал, что и так должны, и так обязаны из-за той жертвы, которую Господь Бог принес народу, принес в виде Израиля. Здесь мне хотелось бы немножко отвлечься от темы, которая у нас есть в послании к крыльянам, и несколько наших следующих бесед, как позволит время, посвятить некоторым вопросам еврейской апологетики. Апологетика, по своей сути, это наука в применении к богословию, которая защищает те или другие положения Писания, или призвана оправдывать или объяснять как неверующим, так и верующим людям те или другие аспекты богословия. Когда мы говорим о еврейской апологетике, она имеет некие отличительные черты. Главные или важнейшие состоят из них в том, что наиболее действенным методом апологетики в убеждении евреев, в принятии Иисуса Христа, является обращение к ветхозаветным, а не новозаветным текстам. Как я уже говорил, обращение к новозаветным текстам представляет собой некую логическую тавтологию, когда вы пытаетесь оправдать некий феномен или событие новозаветного текста на основании того же новозаветного текста. Привести вам пример. Лет 20 назад к нам в Израиль пришел в гости один монах русский, православный, бывший валютчик из Ленинграда, потом покаявшийся, живший в пещере из Израиля, в то время недалеко от Ерехона, если не ошибаюсь, в пещере пророка Ильи, из которой его выгнали, потому что там пошел, нашли склад с оружием, и с тех пор в Израиле требуют разрешения правительства на проживание в пещерах. Достаточно эклектическая история. Но, как бы там ни было, он пришел к нам, и мы в то время уже были верующие люди, а он достаточно живописный, в рясе, днем, июль, месяц, жара, пришел к нам домой в нашу квартиру, соседи были немало поражены, и он, это Израиль, это не Русь православная, это Иерусалим. И он пришел к нам и говорит, что самая правильная вера – это православие. Я говорю, почему? Он говорит, ну как же, православное, то есть правильно, он сам назвал это таким образом, и на основании того, как он назвал, он оправдывает это название. Понимаете? Это порочный метод. В такой науке, которая называется логика, этот метод рассматривается как неправильный и некорректный, и поэтому никто его всерьез даже не рассматривает. Поэтому, когда мы говорим о убеждении евреев, или рассказываем о том, как мы хотим, представьте себе, что вы живете прекрасной и праведной жизнью. И человек приходит к вам и говорит, хочу жить так, как ты. Ты говоришь, потому что я люблю Иисуса Христа. И тут наступает момент, когда под практическую базу, выраженную в вашей нравственности, в вашем жилье, в житье, вы должны подвести богословское оправдание на основании Писания, указать, что именно Иисус, еврейский мессия, является источником вот такого чистого вашего образа жизни. А лучшее, что вы можете сделать, это обратиться к ветхозаветным текстам. Потому что даже неверующие евреи знают, что ветхозаветный текст это наши, а новозаветные тексты это не наши. Он может не верить ни в то, ни в другое, но это наши, а это не наши. Это устойчивое представление, и вы можете к ним относиться как угодно, но игнорировать их нельзя. Поэтому каждый раз, когда вы свидетельствуете еврею, и он начинает вам говорить, а это вы придумали в Новом Завете, как правило, это отговорка, вы должны сказать, окей, согласен. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорят пророки или закон. Один из доводов, который использует, это важный довод, который используют евреи, причем будучи они агностиками, то есть неверующими людьми, или ортодоксальными верующими, или как угодно, они говорят, мы евреи верим в одного бога. Опять-таки, они говорят, не потому что они обязательно верят или нет, но декларативно у евреев один бог. А вы, христиане, верите в трех богов, богов, один из которых отец, один из которых сын, и один из которых дух святой. Вы знаете, в этом что-то есть. Когда вы воспитываете в русской культуре, даже несмотря на то, что вы евреи, и вы смотрите на картину Андрея Рублева «Троица», то вы видите, как бы, что там ни говори, некие три личности, которые, с каждым из которых ним, и большинство людей, я уверяю вас, даже если они будут сколько угодно говорить, что бог один, но когда они говорят о троице, они на самом деле имеют в виду трех богов. Почему? Потому что на уровне формальной логики объяснить три в одном, параллельно существующие, сосуществующие и взаимодействующие, не представляется возможным точка. Все попытки изобразить троицу при помощи моделей в виде треугольников, лучей, моделей различных философских, они заранее обречены на провал. Это чудовищно неподъемная философская идея, имеющая место быть и на сто процентов правильная, тем не менее, являющая собой предмет таинства Божия и не поддающаяся никакому разумному объяснению. Поэтому первое, что вы должны запомнить, вы должны оставить, раз и навсегда, бессмысленную идею, доказывать троицу на основании Писания. Доказать ее нельзя. Ее можно принять де-факто, поскольку вот она представлена. Объяснить, я еще раз подчеркиваю, объяснить ее абсолютно не представляется возможным, с моей точки зрения. Тем более, когда вы имеете дело с евреем, будь то верующим или не евреющим. Но когда вам говорят, я просто хочу вам дать некий практический какой-нибудь инструментарий, кстати, который действует не только в отношении евреев, который очень полезен для любого человека, который в церкви, в отношении троицы, просто очень часто нам как бы возражают именно таким образом. Я хочу показать, о чем идет речь, чтобы у нас, по крайней мере, появились возможности для понимания или возможности для доведения до наших оппонентов истины Божьей. Когда говорят, что мы верим в трех богов, это неправда. Или когда евреи возражают, что мы верим в трех богов, это неправда. Мы верим в одного единственного бога. Если кому-то недостаточно, я со своими словами тут перевел, например, конфессиональную или катехизис англиканской церкви, и он учит приблизительно, основная, центральная часть, звучит приблизительно следующим образом. Я процитирую, но опять-таки, перевод поверхностный и мой. Существует только один живой и истинный бог, вечный, без тела, частей тела или желаний, обладающий безмерной силой, мудростью и благостью. Он же творец и хранитель всего сущего, как видимого и невидимого. То есть, еще раз, один живой и истинный. То есть, как бы для начала, хотелось бы, когда мы говорим о Евангелии для еврея, убедив его в своей жизни, что он имеет право или возможность нас слушать, потому что мы должны заслужить право, чтобы нас слушали. Мы можем сказать ему на возражение, вот вы, христиане, верите в трех богов. Это неправда. Даже достаточно, как бы, спорная в доктринальном понимании, в доктринальном описании англиканская церковь, которую с трудом можно назвать протестантской, она занимает где-то пограничное положение между католицизмом модифицированным и протестантизмом. Тем не менее, в ней говорится четко, ясно, мы верим в одного бога. Почему же у религиозных евреев так часто возникает возражение и есть проблемы с тем, что мы называем троичностью бога? Давайте попытаемся рассмотреть и попытаемся, по крайней мере, понять хоть какие-то аспекты этого, вот, вот, вот этой, этой проблемы. Прежде всего, мы должны, когда мы говорим еврею, не только еврею, договоримся просто еврею в особенности, во-первых, а не еврею, мы должны договориться до простой истины, Бог больше любого из наших воображений. То есть, что бы мы не представляли о Господе Боге, что бы мы о нем не говорили, он всегда больше самого смелого из наших воображений. в философии вообще и в еврейской философии в частности или в богословии в частности существует понятие имманентного и трансцендентного Бога. Запомните себе. Имманентный и трансцендентный Бог. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду и что это на самом деле значит. Все знакомы с понятием или почти все трансцендентальной медитации. Это медитация невидимая, непонятная, не имеющая материального объекта. Это медитация ни о чем отвлеченная, абстрагированная от реальности. Трансцендентный Бог это Бог Дух, который в принципе непознаваем, который вечен, который живет вне времени, который живет вне пространства, вне событий, не имеет ни желаний, не имеет ни мыслей, не имеет ни рук, ни ног, ни частей человеческого тела. И все то, каким образом он сообщает нам о своем существовании при помощи так называемых антропоморфизмов. Антропос это человек, то есть когда мы предаем Богу некие человеческие черты, дабы мы могли понять вообще о нем речь. Например, когда говорится Бог разгневался. Естественно, что Бог не может гневаться, как Бог и не может радоваться, потому что Бог Дух и приписывание ему каких-то человеческих черт говорит об ограниченности Бога в вопросах коммуникации с человеком. То есть Бог сам по себе не ограничен, но когда я, например, хочу объяснить своему двухлетнему сыну, как работает синхрофазотрон, я заранее обречен на неудачу. Не потому, что в принципе нельзя объяснить, как работает синхрофазотрон, но потому, что познавательный аппарат, интеллектуальный аппарат моего двухлетнего сына весьма ограничен. Поэтому я вынужден ему говорить терминами и это приблизительно то, каким образом Бог объясняет себя нам. Понимаете, Он не радуется, не плачет, не сожалеет, не негодует, не раскаивается, не гуляет, не устает. Это Дух. Но Он не может нам объяснить это в параметрах трансцендентности, потому что по обрелению трансцендентность не имеет параметров. Она выше познавания. Но Бог именно живет там. Бог живет вне пространства, если вообще к нему можно применить термин «живет». Бог живет вне времени. Это значит, что люди воспринимают время как некую линейную ипостась. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, десятый год. Вот так. Бог происходит в таком временном формате. То есть у Него здесь и сейчас, и потом, и завтра все сосредоточено в единой точке. Не случайно в первой главе книги «Бытье» наиболее ясно проявляется невозможность в познании или временной локализации Бога по простой причине. Потому что, например, в иврите, древнем иврите, нету прошедшего времени и будущего. Есть время совершенное и несовершенное. То есть в отношении Бога, если время совершенное, то не имеет значения, сделал ли это Бог, делает сейчас или сделает в будущем. Гораздо важнее факт совершения данного события. В какое время, не имеет значения, потому что Бог живет вне время. То же самое есть несовершенное время, когда Бог не сделал, не сделает или не делает. С точки зрения вечности это не имеет никакого значения, потому что любое время ограничено по сравнению с вечностью. Отсюда понимание трансцендентного Бога, который живет вне времени, вне пространства. Это как бы одна ипостасть Господа Бога. С другой стороны, для того, чтобы сообщать нам о том, что Он есть, необходимо имманентная Его составляющая. То есть составляющая, которая коммуницирует с человеком, которая не просто абстрактна. То есть существует некий абстрактный Бог, Дух, и существует Его практическая и материальная составляющая возможность сама по себе доводить до нас сведения об этом Боге. Каким образом соединить между собой несоединяемое, одно отнесенное к трансцендентному, другое к имманентному? Мы контактируем с имманентной ипостасью Господа Бога, но мы никак не можем контактировать с трансцендентной, минуя имманентную. Иными словами, имманентность Бога есть опосредованное или посредническое звено между непознаваемой природой Бога и нами, людьми ограниченными. И естественно, еврейские философы это всегда понимали. И они пытались, мы говорим об этом важно, потому что мы свидетельствуем евреям, евреи говорят, нет, это невозможно. Тогда мы говорим, давайте поговорим с вами на вашем собственном языке. Меня многие спрашивают, есть такой очень популярный горячий вопрос, что такое кабала? И при этом глаза у людей округляются, волосы становятся дыбом, глаза приобретают какое-то нервное выражение. Сразу же мне сюда Мадонну, Бритни Спирс, и кого у нас там только еще нету. И это гадание, это оккультизм, это кто знает что. И я серьезно как бы пытаюсь относиться к этому вопросу, как и всему вопросу, как и всем вопросам, которые есть в этой мире. И я здесь абсолютно не выступаю апологетом или адвокатом кабалы. Вовсе нет, но я просто попытаюсь как бы внести некую справедливость. Или некое более трезвое представление, о чем идет речь. Один из интересных компонентов того, что называется кабала, кабала, кабала на еврейте обозначает принятие. То есть принятие, познание Господа Бога. Основные концепции были разработаны в 9-10 веке, позднее в 13 веке, рамбаном, позднее в 12-13 веке. Еще одним испанским евреем была написана знаменитая книга Зоар, которую по-русски почему-то называют Зогар. Украинцы называют Зогар. Которая обозначается сиянией, которая представляет собой по сути экзогезу Пятикнижья Моисея, толкование стих за стихом неполное. Но тем не менее попытка мистического обоснования того, что представляет собой Слово Божие. Опять-таки слово «мистический» не надо воспринимать в отрицательном контексте, как я уже говорил. Слово «мистос» на греческом языке обозначает закрытые глаза. То есть человек, который представляет себе какие-то вещи, аллегорическое или то, о чем мы вчера говорили в контексте пардеса. Помните, «пэ», «прат», «эр», «рэш», «рэмэз», «ди», «далет», «драш», «эс», «сод». Толкование или герменевтические инструментарии от дословного толкования к аллегорическому толкованию. Так вот, толкование, которое мы находим в Кабале вообще, и как в разновидности ее более позднем развитии в книге «Зор», есть толкование аллегорического плана. Толкование, при помощи которого евреи, под влиянием серьезным католической церкви того времени, которая как бы объявила вслед за отцами церкви основным методом толкования, аллегорический метод толкования, решили, что за каждым как бы камнем есть еще больше камень, и стали толковать каждое слово аллегорическим. Так вот, каббалистическое понимание Бога – это так называемый «эйн-соф». «Эйн» значит «без» или «нет», «соф» обозначает «конец», или «бесконечный Бог», абсолютно «бесконечный Бог». Бога утверждает еврейская каббала, и это очень характерно, потому что вам не надо абсолютно пользоваться каббалой, когда вы разговариваете с христианами о христианстве, но когда вы разговариваете с евреями, и они говорят, что это не еврейский подход к многомерности Божьей. Вы можете сказать, почему не еврейский? Вы можете сказать, что есть огромное количество философов еврейских, которые, вы можете с ними соглашаться или нет, но которые, без сомнения, были «mainstream», что называется, как бы, в русле основных форм иудаизма, и они относились к Богу как многомерному. И вот понятие «эйн-соф», которое существует в каббале, причем каббала было написано вместе с Зоором практически тысячу лет спустя, после учения Иисуса Христа, говорит о многомерности и говорит о многоплановости Бога. Она говорит приблизительно следующее, что мы люди, и мы обитаем в трехмерном пространстве, знаете, x, y, z, или y, x, z, оси. И представьте себе, что Бог обитает в четырехмерном пространстве, к которому добавляется координата времени, или в пятимерном, или в шестимерном, или, что может быть более наглядно, представьте себе, что вы обитаете в пространстве x, y, на плоскости, на листе, и у вас не существует пространственной координаты. То есть все события, которые у вас есть, они происходят на одном листе. Господь Бог при всем своем желании никогда не смог бы объяснить вам, что делается в третьем или четвертом измерении, потому что для вас понятие третье и четвертое измерения абстрактны. Вы можете теоретически или умозрительно понимать, что они существуют, но у вас отсутствуют любые возможности воспринимать эту реальность вне своей системы координат или вне своей системы измерений. Поэтому, когда мы говорим о величественности, могучности и абстрактности, и трансцендентности Бога, мы должны понимать, что мы говорим о вещах, в которых мы в принципе не можем иметь доступа, потому что в принципе существуют категории измерения, в которых человек при всем своем желании, но в меру своей ограниченности никогда не может иметь доступа. Поэтому с самого начала мы можем показать евреям самим себе, что да, действительно, хотя Бог, и мы не говорим сейчас о его троичности, тем не менее он без сомнения многомерен и многопланов, и именно об этом утверждает и Каббала. Второе. Очень важно обратиться к Писанию, и очень важно обратиться к еврейскому Писанию, в отличие от Нового Завета. Я не говорю, что Новый Завет не Еврейское Писание. Но, к сожалению, в устах огромного количества сегодняшних христиан он стал чем угодно, но только не Еврейским Писанием. Мы будем с вами еще говорить о том, каким образом представлять Новый Завет, как Еврейское Писание. Но пока что давайте мы обратимся к тому, что называется Танах. Я надеюсь, все знают, что такое Танах. Танах – это акроним или сокращение от трех слов Тора, Невеим, Ктувим. Те, Не, Ке. Танах. Именно так евреи называют свою Библию или Ветхий Завет. Те – это Таф, это Тора, или Пятикнижье Моисея. Невеим обозначает пророки, Невеим, и Ктувим – Писание. Тора – пророки Писания. Ключевое слово – Танах. Именно словом Танах евреи имеют в виду в Библию. Символ веры. Символ веры сосредоточен для еврея в книге Второзакония, в знаменитой молитве «Слушай, Израиль, Господь Бог наш» или «Господь Бог твой», «Господь един и есть» в шестой главе, начиная с четвертого стиха. Шма Исраэль. Шестая глава, четвертый стих, книги Второзакония. Шма Исраэль, Адонай Эллоэйну Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един или один, есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоими, всею душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Кстати говоря, перед тем, как мы попытаемся понять, что же имеется в виду под словом «один», кстати, нету в оригинальном тексте слова «един». Знаете, пути разошлись. Евреи стали доказывать, что он на самом деле один-единственный, а христиане стали доказывать, что он единый. Поэтому здесь слово «ахат» перевели как «един». Но на самом деле в оригинальном слове, в оригинальном это слово «ахат», то же самое слово, которое мы говорили слово «протон» в первой главе, 16 главе, реконструированной обратно на иврит, обозначает первый или один. Мы говорили, что в словарях или в лексиконах Тайера можно найти, что это перевод как слово «один». То есть на самом деле переводится «слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть». В XII веке раби Моше бен Маймон, или знаменитый Маймонид, может быть кто-нибудь слышал, сказал, что евреи должны верить не в одного, а в единственного Бога. Не в одного, как здесь есть, а в единственного Бога. Без сомнения, это была реакция на попытку христианства внедрить неправильно понимаемый концепт Троицы. Для того, чтобы как-то отреагировать, все было достаточно динамично. Маймонид, известнейший автор Мишне, Тора, наверное, человек, который оказал на иудаизм наибольшее влияние, наверное, после Моисея и раби Шлома Ицхаки, Раши, XIX век, Франция. Это был Маймонид, или Мозес, Маймонид, или Моше, Маймонид, Моше бен Маймонид, и вот этот человек, который обладает безусловным авторитетом иудаизм, он сказал, что на самом деле здесь надо читать Господь Бог единственный есть. Но мы должны понимать, что это была реакция на влияние христианства на тогдашнего христианства. В Библии, если быть абсолютно честным, нет ни одного утверждения, говорящего, что Бог представляет собой абсолютное, или так называемое простое единство. Давайте обратимся с вами еще одному тексту, книга Бытие, 2 глава, 2 глава, 24 стих, Бытие 2, 24, там говорится «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть, и будут двое, одна плоть. Вию басар эхад». То же самое слово, которое у нас есть в книге Второзаконие, 6 глава, Шма Исраэль, Адонай Алаэйну, Адонай Эхад. В случае с тем, когда двое станут, одна плоть, речь идет о так называемом составном, или множественном единстве, когда мы говорим, одна плоть, состоящая из двух разных или равных, или разных компонентов. То есть это не простая единственность, это сложная или составная единственность. Поэтому мы таким образом сразу выбиваем несостоятельность довода о том, что слово Эхад, Бог один, обозначает, что он простое единство. В еврейском тексте тем же самым слово используется для обозначения составного единства, как во второй главе 24 стихе. Один басар, Эхад, одна плоть состоит из мужа и жены, из мужчины и женщины. Точно так же, то же самое мы находим, запишите себе, или сходные вещи мы находим в таких стихах Писания, как Исход, 26 глава, 6 стих, или, например, книга «Языки Иля», 36 глава, 18 стих. И там и здесь речь идет о скинии, которой говорится, что скиния Хад, но мы знаем, что скиния представляет по своей сути некое строение, состоящее из множества компонентов. Почему я это говорю? Потому что это очень серьезный апологетический довод, который говорит, что само по себе употребление слова «один» не означает, что он как бы вот один и не состоит. Более того, Библия говорит об народе Израиля. Мне задавали вопрос, почему израильтяне называют другие народы Гоями. Так вот, кстати говоря, Библия называет Израиля Гой-Эхад, как вы уже догадали, что обозначает один народ. Но совершенно очевидно, что народ по определению состоит из множества отдельно взятых людей. То есть, когда мы говорим, что Бог один, это ни о чем не говорит о его составляющей, никак не говорит составное один или единственное один, абсолютное один, простое один или множественное один. Скорее всего, это говорит о том, что такого, как он, нету. Он исключителен и нет никаких других богов, о каждом из которых можно в свою очередь тоже сказать, что он один, потому что таких, как другие боги, тоже нет. То есть, когда Писание говорит, это очень серьезный довод, когда мы говорим с евреями, мы сами евреи, я сам должен был через это пройти. Мы должны объяснить, что само понимание того, что Бог один или един, не говорит о том, что он внутри себя, если вообще можно говорить об этой модели, не может быть подразделен почти еретическое утверждение на какие-то составляющие. Есть очень много, не знаю, мест, вы можете записать их себе, например, книга Исход, 20 глава, 2 стих, «Я Господь Бог твой, который выбрал тебя из земли египетского, из дома рабства, да не будет у тебя других богов». То есть, в этом смысле один, как никакие другие боги. Это 20 глава, 2, 3 стих, книги Исход. Или, например, 23 глава той же книги, книги Исход, 24 стих, «То не поклоняйся богам им, и не подражай делам, но сокруши их и разрушь их, служите Господу Богу вашему». То есть, не поклоняйся другим богам, не поклоняйся им богам, но только «Я Господь Бог». Или, например, еще один стих, давайте посмотрим, в книге, ну, скажем, Иисус Навин, на иврите эта книга называется книгой Иошуа, это не совсем то же самое имя, что, конечно, Иисус, 23 глава, 7 стих, «Не сообщайся с ими народами, которых остались между вами, не вспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но приплепитесь Господу Богу вашему». То есть, идея «один» состоит не в том, что он не составной один, а вот только он и никакой другой. Иными словами, молитва «Шма» или молитва «Слушай, Израиль», она не имеет дело с философской проблемой абсолютного или составного единства Бога. Перед тем, как мы уйдем с вами на перерыв, я хочу прочитать вам еще один мой перевод, несовершенный перевод из Талмуда. Талмуд – это сочинение, которое было написано евреями, завершено к концу V века, в основном написано на арамейском языке, с мишнаитскими местами, которые написаны на еврите. И оно представляет по своей сути аллогические или законодательные поставления на все возможные варианты или случаи жизни еврея, а также агодическая часть, которая рассказывает о различных историях жизни отцов, Авраама, Исаака, Якова, других обстоятельств, связанных с различными местами писания. А кроме всего прочего, огромное количество как бы мудрых вещей или не очень мудрых вещей. Это свод, огромный, массивный свод законов для израильтян. Есть знаменитый мидраж. Мидраж или как бы история, рассказ, который взят из трактата «Псахим» сифрель на второзаконие 31 главу. Здесь же есть оно и в бытие раба. Вы потом будете смотреть диски. Я понимаю, что эти слова мало вам что говорят. Это некие подзаголовки или названия различных отрывков Талмуда или Мидрашей, которые комментируют те или иные места Писания. И там рассказывается, есть некий рассказ Агода, о том, как Яков умирает. Это не богодухновенный текст, но евреи на протяжении своей истории писали определенные тексты, которые с точки зрения нашей должны были помочь нам понять или углубить наше понимание Писания. И вот в этом рассказе говорится о том, что Яков или Израиль умирает, и он, обращаясь к своим сыновьям, вдруг видит в духе, что от него уходит шахина или присутствие Божие. Помните то же самое, что в книге Языкиля, когда слава Божия или присутствие Божия уходила из Иерусалима. И Яков, обращаясь к своим сыновьям в страхе, в этом рассказе, он говорит, что, по всей видимости, это знамение значит, что один из его сыновей не будет верным Богу. На что? Его сыновья отвечают ему, слушай, Израиль, имея в виду не народ Израиля, а имея в виду Якова, потому что слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть во Второзаконии, в 6 главе, это обращение к народу Израиля. А здесь его дети говорят ему, послушай, папа, послушай, Израиль, потому что имя Якова стало Израиль. Они говорят ему, слушай, Израиль, Яков, Бог наш один, как бы исключительный, они говорят ему, «Слушай, Папа, Бог наш один. Как у тебя в сердце только один Бог, как бы и нет других богов, так и в нашем сердце только один Бог». Почему я привел этот медраж? Он очень показательный, он древний, он датируется уж по крайней мере до 6 века нашей эры. И в этом медраше евреи, авторы Ламуда или медраша, они прекрасно понимают, что когда мы говорим «один», мы не говорим, что он не может быть разделен на Отца, Сына, Святого Духа или на какую-то еще ипостась. На этом этапе мы с вами об этом говорим. Они понимают, что мы говорим только и единственно об исключительности Господа Бога. И чтобы как бы закончить вот этот сегмент, мы будем с вами говорить дальше, продолжать эту тему, я хочу, чтобы мы обратились еще к одной замечательной книге, книге Евангелия от Исаии, я всегда его так называю, 44 глава, 8 стих, я несколько мест проведу из Исаии. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. В этом контексте Бог один. Нету никого кроме меня. Здесь же, 45 глава, 5 стих книги Исаии. Я, Господь, и нет иного, нет Бога кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Здесь же, 45 глава, 18 стих. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я, Господь, и нет иного. Здесь же, 45 глава, 22 стих. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного. То есть, как бы на основании всего того, о чем мы с вами сейчас говорили, мы кладем основание под наше собственное объяснение, что значит один Бог. Ни в коем случае это не значит, что Он не может быть составным, единственным. Я еще раз говорю, жена и муж один, народ один, скиния одна, Бог один. Это лишь значит, что нету никого другого, кроме одного именно конкретного этого Бога. Это очень сильный и серьезный аргумент, когда мы говорим с евреями, в частности, или вообще с неверующими людьми, возражающими против сущности Бога, в которым веруем мы. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok